Сада, который отмечался в древности, возродился в период независимости и уже шестой год широко празднуется по всей стране. В эти дни по всей стране проводятся мероприятия в честь этого праздника. Сада возвещает о том, что зима отступила, наступает весна и приближается на Вруз. Философская суть этого праздника означает победу света над тьмой, тепла над холодом и добра над злом. Сада также является доброй вестью о великом изобретении человечества огня. Согласно древней арийской мифологии, огонь открыл для людей Хушанг, второй царь династии пеждадийцев, и праздник Сада зародился в эту честь. Рождение огня считается символом продолжения жизни, ибо огонь наряду с водой, воздухом и землей является одним из четырех жизнеутверждающих элементов. Абулькасим Фердавси в своем бессмертном шахнаме пишет о величии этой древней традиции и признает ее высшим образцом обычаев наших предков. Писатели последующих веков восславляли эту добрую традицию, унаследованную от наших предков, и внесли свой весомый вклад в упрочение этого национального праздника. Сада наступает за 50 дней и ночей до Навруза, и как Наврузовская весть оповещает земледельцев о приближении весны и начале пахотных и других полевых работ. По существу сада является праздником земледельцев и призывает дихканина готовиться к сезонным работам, напутствует тружеников на сплоченный труд во имя большого урожая на полях и садах. Земледелец с добрыми намерениями готовится к весне и в соответствии с обычаями предков разбрасывает по земле пепел костров, зажигаемых в честь сада. В эти дни дихкани запасаются качественными семенами, готовят сельскохозяйственное оборудование к весеннему севу, очищают арыки и водостоки, строят планы посевной компании, создание садов и виноградников, осуществление других весенних работ. Это очень хорошее время для очищения старых садов и выращивания саженцев для новых садов. Этот год, по прогнозам специалистов, экспертов и заключению авторитетных международных организаций, будет тяжелым. Наши земледельцы должны прилагать еще больше усилий и как можно больше производить продукты питания. Одной из традиций праздника сада, которая зародилась в последние годы, это организация выставок и ярмарок, саженцев, плодовых и декоративных деревьев. Наши дихкани и садоводы должны плодотворно использовать эти дни, предлагать жителям саженцы лучших урожайных сортов и высококачественные семена и тем самым вносить свой весомый вклад в продовольственную безопасность страны, развитие сельскохозяйственной сферы и благоустройство нашей любимой Родины. Также, пользуясь каждым благоприятным днем, жители должны заниматься очищением и благоустройством своих домов и дворов, мест проживания, расширять созидательные работы, украшать улицы и дороги, города и селения, навстречу нашего великого национального праздника Навруза. Стремление к созданию вокруг своего жилья чистоты и благоприятных условий уже стало традицией для каждого гражданина Таджикистана. Следует особо отметить, что праздники Сада, Навруз, Тиргон и Мехргон, по словам ученых, являются важнейшей составляющей таджикского менталитета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова